Я рад, что у АУЦА проводятся вот такие семинары, значит, потому что это, ну, как бы, тема, которая будущего, значит. То есть наш мир, в принципе, исчерпывает чисто вот грубо технологичную, значит, энергетику. А надо теперь переходить с зеленой энергетикой, которую мало, как бы, вредя, делает для окружающей среды. И одним из таких направлений – это солнечная энергетика. Ну, традиционная солнечная энергетика строится на кремниевых пластинах. Но, как уже вот выступающие на семинаре сказали, кремниевая энергетика, она, ну, достаточно разработана, но имеет свои плюсы и минусы. Я не буду там останавливаться на этом. Но то, что… Особенность их, конечно, это затратная. То есть это микротехнология, которая, значит, требует особых условий изготовления самих вот этих элементов. Как я уже говорил, там даже помещение должно быть особой чистоты. Там такие автоматы должны быть, которые с микронной точности должны наводиться. И там уже на уровне отдельных атомов, микронных размеров, все это изготовление идет. То есть это достаточно очень дорогое производство. Честно говоря, здесь, в Казахстане, это нереально. Это, значит, это обычно, это Япония, значит, Америка, это силиконовая галина. Традиционно они, значит, это занимаются и являются лидером. Ну, сейчас их производство иногда смещается в Китае. Но все равно это все как бы затратная технология. Вот в отличие от этого, предлагаемые светочувствительные пластины или так называемые ячейки Грецеля, они совсем другого характера. Они не требуют вот этой микротехнологии. И здесь, в принципе, сам процесс получения электрической энергии достаточно простой. И суть заключается в том, что имеются некоторые, ну, скажем, наноэлементы, это в данном случае диоксид титана, который легко отдает заряды. То есть свет попадает, и у него там происходит разделение как бы зарядов электронов и положительных ионов. И это потом, значит, используется. То есть, ну, как мы знаем, есть батарейка, там плюс-минус. И вот данная система под действием света происходит разделение зарядов. С одной стороны минус собирается, с другой плюс. И это можно использовать. Но другое дело, что там получаемые, значит, вот эти элементы, там небольшое напряжение дают до 1 вольта, ну, где-то 0,8-0,6 вольт. Но это и кремниевая пластина такого же порядка там напряжение дает. Другой вопрос, там в зависимости от площади пластины заряда достаточно могут быть, достаточно количества. И поэтому изготовление этих светочувствительных или ячейк Грецеля, они перспективны просто. То есть они, во-первых, не требуют, как я уже говорил, микротехнологий, больших затрат. С другой стороны, это чисто, ну, как у зеленого проекта, там, вредного ничего нет. И самое главное, это они используют дармовую солнечную энергию, что Бог дает, природа дает нам. И они используются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова